МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Одним из главных событий минувшей среды стала уже традиционная пресс-конференция главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последняя встреча в таком широком составе проводилась год назад. И у журналистов республиканских СМИ накопилось немало вопросов и тем для обсуждения. Глава Чувашии напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в республике. Год предстоит сложный, но правительство Чувашии успело к этому подготовиться. Сформирован запас прочности, будут подтянуты дополнительные ресурсы. Расширится круг партнеров. Во многом за счет Крыма и Севастополя. Михаил Игнатьев особо отметил, один только год уже показал важность и значимость этого исторического события. Я сам недавно посетил и республики Крым, и город федерального значения Севастополь. Постречался с нашими уроженцами. На словах, может быть, сложно передать, но я почувствовал жителей этих территорий, насколько они рады, насколько они вдохновлены, насколько они горды своим историческим решениям. Когда я с нашими жителями, уроженцами Чувашской республики встречался, конечно, они рассказывали, что в течение 23 лет пребывания в составе Украины ничего хорошего, ничего радостного не видели. Вот теперь у них уверенно завтрашний день. Это практически их победа, наша совместная с вами победа. Важным звеном в работе правительства Чувашия является взаимодействие с федеральными структурами. От этого зависит финансовая поддержка многих республиканских проектов. Путин Владимир Владимирович, когда посещал Международный спортивный форум России «Спортивная держава», как раз мы были в Новочебоксарске, и я ему докладывал, как средства мы использовали эффективно, и какая ситуация на сегодняшний день в городе Новочебоксарске, в городе Чебоксары, и вообще на территории Чувашской республики. И до этого у меня была рабочая встреча. И практически оба руководителя, и президент России, и представители правительства, владеют ситуацией и общественно-политической на территории нашей республики, и макроэкономическими показателями, и теми показателями, как развивается малый бизнес, средний бизнес, какой уровень инвестиционной привлекательности, делового климата. И хочу еще раз подчеркнуть, по итогам 2013 года мы заняли 14 место среди 83 регионов Российской Федерации. Ну, на сегодня 85, потому что два региона, два субъекта не участвовали в этом конкурсе, который проводит, прежде всего, правительство России. По новой методике, это очень важно, это ключевые показатели, Подробно глава Чувашия рассказал журналистам о том, как будет работать антикризисный план. Мы будем участвовать в фонде при Министерстве промышленности Российской Федерации, где будут предоставлять кредиты субсидируемых процентных ставок. То есть это льготные кредиты для того, чтобы модернизировать промышленные наши производства, провести диверсификацию, чтобы с учетом темы импортозамещения появились новые конкурентоспособные товары. Электротехнический кластер в данном случае, то, что в антикризисном плане есть, там у нас ситуация наиболее благоприятная. Единственное, мы будем для них создавать центр по сертификации производимой продукции, чтобы эти сертификаты действовали не только на уровне Российской Федерации, чтобы они действовали и на территории стран СНГ, и на территории стран Евросоюза. Это очень важно, ибо им приходится на сегодняшний день сталкиваться с такими бюрократическими проволочками. Это, во-первых, удорожание продукции, и, с другой стороны, наши производители находятся сегодня не в равных условиях, хотя конкурируют с мировыми компаниями. Касая строительства жилья, я озвучивал цифры. Сегодня ипотечное кредитование начнется через наши государственные коммерческие банки, другие коммерческие банки, 13% годовых. Это должен дать дополнительный импульс для того, чтобы поднять покупательский спрос нуждающихся в жиле, которые стоят в очереди. То есть, я полагаю, объемы строительства жилья частично могут упасть, но с учетом участия Чувашской Республики в государственной программе, которую проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, мы в этом году большого победения не увидим. То есть, есть территория, есть комплектная компактная застройка. За два часа глава Чувашии успел ответить на 17 вопросов. Как будем жить в кризис и оптимизировать бюджетные расходы? На какие обязательства экономия не распространится? Где появятся новые ФАПы? Почему так важно поддерживать новые направления сельскохозяйственного производства? Сколько домов культуры на селе получили новое оборудование? И как важно поддерживать здоровый образ жизни? Ответил Михаил Игнатьев и на вопрос, который волновал всех присутствующих журналистов. Будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы Чувашии? Собираюсь выдвинуться к кандидатам. Я об этом уже говорил на встречах с активом отдельных муниципальных образований, когда мне задавали эти вопросы. Потому что время остается совсем немного, полгода, да? Есть избирательное законодательство, есть федеральные законы о проведении выборов и ряд других законов на территории нашей республики. Моя задача, как руководитель региона, чтобы эти выборы проводились открыто, честно, корректно и конкурентно. Все политические партии, которые зарегистрированы, они тоже имеют право на сегодняшний день выдвигать своих кандидатов. Не менее значимым событием стал митинг в честь присоединения Крыма к России. Подавляющее большинство жителей на референдуме о статусе полуострова высказались за присоединение к нашей стране. А уже 18 марта в Кремле подписали договор, согласно которому Крым и Севастополь стали частью России. Мероприятия по поводу годовщины этого события прошли во многих городах страны. Чебоксары не стали исключением. Мы возвращаемся домой, говорили крымчане, когда вопрос с присоединением был решен. На всенародном референдуме «за» высказалось более 90% населения. Конечно, в эти дни центрами торжеств стали Севастополь и Крым. Ну а в Чебоксарах годовщину отмечают праздничным концертом. Студенты, представители ветеранских и профсоюзных организаций, деятели культуры, политики, ученые. Многие из тех, кто этим вечером собрался на площади республики, год назад стояли на митинге солидарности на Красной площади с лозунгами поддержки братского народа. Я сейчас пообщался с молодыми людьми, которые учатся в разных общеобразовательных школах, получают среднее или высшее профессиональное образование. Пообщался с ветеранами, пока пешком шел сюда, соответственно, они здороваются, я с ними. Они говорят, куда идете, на митинг. Я говорю, кто-то велит, говорю, вам идти на этот митинг. Они говорят, нет, они говорят по зову сердца. Это мероприятие, оно очень значимо, ибо сегодня вся Россия и жители республики Крым, и Севастопольцы отмечают первую годовщину воссоединения с Российской Федерацией. Первую годовщину возвращения в родную гавань, в родную большую единую семью под названием Россия. Крым – это Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепости и родина русского Черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов-Курган и Сапун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести, говорил Владимир Путин. Но для Чувашии, в частности, Крым – это теперь новые возможности для сотрудничества и культурного обмена. Когда в 1941 году на территорию Чувашии приехал Харьковский электромеханический завод, и когда силами республики, всей страны и вот приехавшими работниками создался завод, и через три месяца была дана продукция, и когда в послевоенные годы был создан великолепный, прекраснейший завод, который стал прародителем электротехники страны, это была консолидированная совместная работа, которая дала свои результаты. В составе делегации, которая была в Крыму, были представители нашего завода, генеральный директор нашего завода, и были достигнуты определенные договоренности по развитию энергетики полуострова и участие чувашских электротехников, в том числе и нашего завода, в восстановлении энергообеспечения полуострова. В прошлом году наши воспитанники отдыхали в Крыму, ездили в лагерь «Тимуровец» и оздоровительный лагерь «Атлантус». Детям очень понравилось. Несмотря на столь короткий временной промежуток, всего год, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией станет одним из самых любимых праздников в нашем теперь уже общем календаре. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. О возвращении Крыма и восстановлении исторической справедливости говорили и на встрече главы Чувашии с представителями общественных организаций республики. Переговорную площадку организовала общественная палата. Но прежде чем обсудить социальные и политические вызовы нового времени, участники диалога решили еще раз выразить Крыму и Севастополю свою солидарность. Совсем недавно делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым побывала в Крыму и Севастополе. Помимо деловых контактов, состоялись и встречи с крымчанами, уроженцами нашей республики. Сегодня во время сеанса скайп-связи с удовольствием вспомнили о приятных минутах и договорились сотрудничать на уровне общественных объединений. По мнению участников разговора, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией было исторически предрешено. У России есть свое место, в том числе в большой геополитике. И абсолютно правильно были приняты решения, связанные и по Крыму. И те решения, которые связаны с взаимоотношениями сегодняшними с Западом, на мой взгляд, это очень грамотная, продуманная стратегическая линия, которую озвучил президент Владимир Путин. И, на мой взгляд, если российское общество, прежде всего, сами люди будут поддерживать этот выбранный курс, то в 21 веке у нашей страны не только восстановится статус великой державы, мы просто сами себя будем уважать. На встрече обсудили и другие задачи, стоящие перед обществом. Подробнее завтра в программе «Республика». Республиканская программа по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм продлена до 2017 года. Ежегодно правительство наращивает объемы помощи тем, кто хочет работать на родной земле. Подробнее в следующем сюжете. Начинать бизнес с нуля, особенно в сфере животноводства, достаточно рисковое дело. Этому нужно обучаться. Тем, кто все же решил зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство, государство предоставляет гранты в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей каждый. Но чтобы его выиграть, участники должны серьезно подойти к оформлению заявки. Конкурсная комиссия принимает во внимание то, какие земли есть у фермера, какая у него текущая материальная база, а также его стремление развивать сельскохозяйственное производство. То есть его планы на ближайшие 5 лет. В Чувашии за время реализации программы финансовую поддержку получил 151 начинающий фермер. Претендентов на последующие гранты меньше не становится. Так, хозяйство Юрия Поймякова уже достаточно большое, но он планирует расширяться и опять рассчитывает на помощь государства. В прошлом году я держал трех бычков, две коровы, индюков 160 штук, там овечки были, у меня грузовая машина есть, трактор есть. Просто я хочу построить ферму, сеноферму построить и птицферму для индюков. Подобные курсы посетили уже более 160 фермеров. Почти все они планируют подать заявки на получение грантов. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. Все дети любят мультики. Только одни их смотрят, а другие еще и снимают. Настоящая анимационная студия работает в одном из детских садов Чебоксар. С юными мультипликаторами познакомилась наша съемочная группа. Студия детской мультипликации «Волшебный мир» работает в садике «Калейдоскоп» с начала этого года. Воспитанники знакомятся с историей зарождения мультфильма и узнают, как они снимаются. За это время ребята уже успели сделать один мультфильм. Сейчас записывают новый. Сейчас на первом этапе ребята учатся обыгрывать сюжеты, проигрывают эти сюжеты, снимают определенные кадры и монтируют сами мультик. Различные мультики в дальнейшем, конечно, будут по времени только расти. Но на данном этапе у нас короткометражные маленькие мультики. Планов по инновационным проектам в детском саду много. Совсем скоро в «Калейдоскопе» хотят запустить фотолабораторию, что, несомненно, понравится не только юным воспитанникам, но и их родителям. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. День Победы. Особый праздник для нашей страны. Однако вспоминать о ветеранах нужно не только в памятные даты. Героем нашего следующего репортажа стал Иван Вязов, участник Великой Отечественной войны. Он живет в одной из деревень Маргаушского района. Для Ивана Дмитриевича Вязова годовщина Великой Победы – самое важное событие в календаре. Война коснулась всей его семьи и друзей. Со второго курса Казанского университета он был призван в армию на обучение в летную авиашколу. Затем ускоренное обучение в авиашколе всего за полгода. Перевод в авиатехническое училище и работа на авиационной базе. Тяжелая болезнь заставила его вернуться домой. Но Иван Вязов собрал все силы, чтобы вновь встать в строй. Уже в качестве инструктора-минометчиков. До сих пор помнит 9 мая 1945 года. Мы в комнате там были, туда как-то уже забыл. И вдруг, говорят, война кончилась. На улице уже и женщины начали там что-то бросать начали. Вернувшись в родную деревню, стал работать учителем. Завучим, затем директором Чуманкосинской школы. Возглавлял местный совет ветеранов войны и труда. После выхода на пенсию увлекся краеведением. Написал множество книг про историю местных деревень и статей для местных газет. Краеведение он давно изучает. Материал находит по карте. Названия деревень, рек и тому подобное, которые были в то время, когда это население здесь не было. Он очень наблюдательный человек. И живой интерес все вызывает. Все, что он видит. Особое место в творчестве Ивана Вязова занимают книги об односельчанах. В той далекой войне он потерял шестерых своих друзей. Беда коснулась всех. У меня три брата во время войны. Воевали три брата. И нам очень трудно было, конечно, в деревне жить. Семьдесят лет назад закончилась Великая Отечественная. Но в семье Вязовых они помнят, как если бы это было вчера. Помнят и надеются, что их дети, внуки и правники никогда не узнают, что такое война. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарском клубе книголюбов началась работа над очередным проектом «Нескучное чтение». Ежемесячно студенты Чувашского государственного педагогического университета готовят познавательную программу. Цель которой – привить жителям города любовь к книге в традиционном ее виде. «Нескучное чтение» проходит в Чебоксарах уже второй раз. И если в прошлом месяце книголюбы познакомились с культурой и традициями Китая, то сейчас их ждали новые знания о Японии. Насколько различные обычаи наших стран в полной мере смогли увидеть и прочувствовать все, кто посетил чтение. Для них студенты-филологи и культурологи подготовили театрализованное представление о богине Аман-Терасу, гейших и самураях. На самом деле очень многие вещи, которые действительно интересны, и которые очень много могут рассказать о какой-то культуре, а именно ее истоках и очень важных сокровенных значениях для народа, может рассказать именно книга. И вот прежде всего лично я прихожу сюда именно для того, чтобы открывать глаза детям на какие-то факты, которые они никогда не найдут в сети. Ну и, несомненно, окунаясь сами в эту культуру, в эту историю, мы как-то больше ее понимаем и тоже запоминаем. Это тоже очень все интересно. Помимо небольшого, но познавательного спектакля, студенты подготовили обзор книг соответствующей тематики, конкурсы викторины и, конечно же, чтения. Последующие наши заседания мы хотели бы посвятить уже творчеству отдельных писателей. Это, конечно, и Киплинг, Мольер, Грибоедов, ну и другие писатели, поэты, которые отмечают в этом году свой юбилей. Самых эрудированных участников викторина ждут награды. Так, второклассник из девятой школы Вадим Андреев оказался самым любознательным читателем. На его месте может оказаться каждый, ведь клуб книголюбов принимает в свои ряды всех желающих, независимо от возраста. Ведь мир книг открыт для всех. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Жителям новых микрорайонов Чебоксар теперь станет проще добираться из дома на работу и обратно. Для их удобства изменили схемы движения городских маршруток и автобусов. Новшества коснулись семи маршрутов. Подробнее в нашем сюжете. Автобусы номер 1, 2, 8, 12 и 26 теперь связывают новые жилые микрорайоны города. Так, первый автобус сейчас ходит от остановки трактор 3 Новоюжного района в северо-западный район до остановки университет. Заездом на улице Ленинского комсомола, где идет застройка микрорайона Кувшинка. Автобус номер 2 связывает микрорайон Альгешево с центром столицы Чувашии и ходит до пригородного автовокзала. Чтобы жителям Финской долины было удобнее добираться до работы и обратно, автобус номер 8 теперь курсирует из юго-западного района с остановки Чернышевского в северо-западный до университета. Популярный 12 маршрут обслуживает население развивающегося микрорайона Садовой и жителей улиц Текстильщиков, Яковлевой, Франко и Гайдара в сторону СЗР. Начальной и конечной остановками маршрута стали проспект Геннадия Айги и парк Победы. А вот некоторые существующие маршруты наоборот сократили. По результатам мониторинга проведенного отделом транспортного обеспечения и связи были выявлены маршруты, которые на сегодня не востребованы населением города. Это в связи с тем, что они дублируют иные маршруты, которые на сегодня востребованы населением. В связи с невостребованностью на сегодня коммерческих маршрутов главой администрации города Чебоксара принято решение о закрытии таких маршрутов, как 31-й, 34-й, 40-й, 53-й, 55-й, 62-й. Еще совсем недавно, чтобы доехать до центра Чебоксар, жителям нового города необходимо было делать пересадку. Но теперь мимо них проходит 26-й автобус, который связывает микрорайоны Новый город и Радужный. Кстати, схему движения изменили не только автобусы Чувашии, но и две маршрутки. 30-я и 65-я. Теперь они заезжают в микрорайон Садовый. Сейчас местные власти задумались над тем, чтобы усовершенствовать и схему движения троллейбусов. Для каждого человека народные традиции и обычаи значат очень многое. Каждый из нас чувствует свои корни. И очень приятно, что на современной эстраде есть исполнители, чьим творческим кредо является популяризация русского национального искусства. Известная исполнительница народных песен Марина Девятова вчера дала концерт в столице Чувашии в рамках гастрольного тура. А накануне певица пришла в гости в столичную музыкальную школу. Подробности в нашем репортаже. Добро пожаловать в нашу школу. У нас одна из столичных школ. Школа имени Максимова. Нам очень приятно, что вы сегодня выбрали именно нашу школу. Пойдемте, пойдемте. Спасибо, что пригласили. В школе Марину Девятову ждали с огромным нетерпением. Для артистки провели небольшую экскурсию по школе музыки. Рассказали о выдающихся выпускниках и главных достижениях. Вот, смотрите, экстратопиальное отделение. Кстати, наши выпускники. Лауреаты есть? Лауреаты международных областей. Александр Шайкин сейчас в аспиратуре учится в Москве. В Несенке. Поступают, да, ребята? Да, поступают. У нас более 10 детей ежегодно поступают. Работают в Москве. Вот к чему стремиться-то надо, мой хороший. Вы скорее стремимся, да, Эти? Да. Главное же учиться, да? На хорошие оценки. Да. Молодец. Сейчас в школе занимаются музыкой около 700 детей. Кстати, школа имени Максимова единственная в столице, которая обучает юных музыкантов игре на духовом деревянном музыкальном инструменте гобое. И не так давно здесь появился свой детский духовой оркестр. Мне нравится, что из скрипки можно извлечь звуки, мелодии разных тембров, разного характера. И то, что она заставляет людей думать, рассуждать, и как-то, я думаю, она улучшает им настроение. Талант в музыке играет очень важную роль, но все же только в комплексе с усердным обучением. Именно так считает популярная исполнительница. Педагогический состав – это, наверное, именно музыкальные школы. Это те люди, которые развивают любовь. Любовь детей к музыке. Да, безусловно, знания. Но если ребенок не идет с удовольствием, если ребенку здесь не нравится, и нету какого-то контакта, а вы понимаете, это чистая психология, еще тонкие моменты срабатывают, то, конечно, дальше у ребенка просто нету вкуса. А развить вкус надо именно вот совсем-совсем с детства. Такие именитые музыканты, когда приезжают, во-первых, дети становятся более желаемыми заниматься и работать, у них глазки горят, и во-вторых, в школе это приятно. Новая концертная программа «Марина» называется «От сердца к сердцу». Она посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Старшеклассники школы имени Максимова тоже готовятся к грандиозной дате. Произведения «Наша Родина» исполнили специально для именитой гости. Неповторимая, свято хранимая, Все для тебя сделать мы сможем. Самое главное – верите в то дело, которым занимаетесь. Я вот, например, занимаюсь уже, в прошлом году отметила 15-летие своей творческой деятельности, и ни одного дня не пожалела о том, что занимаюсь музыкой. Поэтому удачи, огромного-огромного вам терпения, и любите музыку, занимайтесь музыкой. Это очень помогает раскрыться человеку. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин